Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала, здравствуйте, участники московского долголетия. Меня зовут Ярослав, и сегодня у нас обзорчик. Марина, кидай мне, давай красиво. Куда ты мне в голову, давай еще раз, красиво так вот. Вот сюда, давайте, оп. Вот такой вот у нас сегодня замечательный телефончик на обзоры. Это Samsung Galaxy M52. Да, этот телефон стал доступен в России в октябре 2021 года. Моделька новая, но уже доступна в магазинах. При этом достаточно много времени прошло, чтобы мы его смогли протестировать и дать какое-то определенное заключение этому телефону. Ну и начнем мы с внешности данного телефона. У нас в России он представлен в двух цветовых вариантах. Это с белой крышкой, как раз такой, какой у меня, и, соответственно, с черным исполнением. При этом задняя крышка, она не совсем однородная, а с такими как бы вкрапленными вертикальными линиями, что дает телефону определенный стиль и определенный шарм. Телефон выполнен, по сути, по классической компоновке. Особо про внешность на самом деле сказать здесь мало что можно, потому что ничего такого экстраординарного в этом мобильном телефоне с точки зрения внешности нету. Но при этом все достаточно добротно, все достаточно сбито. И очень хорошо он смотрится в любом интерьере, в любой компании. Куда бы вы ни пришли, этот телефон всегда будет хорошо смотреться. Телефон тонкий и легкий. Единственное, что вот прям немножечко колит, такое ощущение, как будто верхняя часть телефона тяжелее, чем нижняя. И поэтому вот к этому дисбалансу приходится немножко привыкнуть. Собран телефон очень качественно, ничего не лифтит, ничего не скрипит. В общем, очень хорошо он воспринимается внешне. А вот по ощущениям, мне кажется, что качество материалов, они вроде бы хорошо сделаны. Но вот по ощущениям, как будто вот, ну, я не могу сказать, что прям дешево смотрится. Но внешний телефон смотрится достаточно дорого. А вот тактильно ощущается, как вот такой вот чуть ниже среднего бюджетного сегмента. И из-за этого рождается вот такое непонятное ощущение. Еще, ну, честно, это опять же дикая вкусовщина и дикое субъективное мнение. Но вот эта вот серебристая окантовочка, ну, мне кажется, здесь лишняя. Телефон не имеет, по сути, никаких скосов, никаких элементов дизайна. Он вот сделан вот прям вот по классической схеме. И для кого-то это может оказаться большим плюсом. Для кого-то это может выглядеть, ну, скажем так, не совсем молодежно. Ну, скорее всего, целевая аудитория этого телефона, конечно же, не молодежь. Телефон работает на базе 11-го Андроида под оболочкой One UI, третьей версии. Это стандартная самсунговская оболочка, которой лично я питаю очень нежные, теплые чувства. На мой взгляд, эта оболочка очень хорошо сделана в плане того, что она очень легковесная. В ней достаточно просто разобраться. Она везде дает какие-то подсказки, какие-то рекомендации. Ну, а самый большой плюс этой оболочки в том, что она легко настраивается и очень просто подстраивается под конечного потребителя. То есть все основные элементы, к которым вы привыкли, если даже их нет из коробки, то есть когда вы его распакуете и включите, вы всегда сможете, поковырявшись в настройках, сделать так, чтобы вам этим телефоном было пользоваться комфортно. Привыкли вы к кнопке домой виртуальной? Пожалуйста, эта оболочка предоставляет такую возможность вам показывать эту кнопку. Ну, а если вы привыкли управлять телефоном жестом и смахиванием, это тоже можно сделать. И вот таких вот маленьких мелочей в этой оболочке очень много. От настройки шрифтов, размеров, быстрого меню и прочего-прочего-прочего. При этом тебе не нужно сильно углубляться в настройки, а все достаточно на поверхности, буквально там на втором, на третьем пункте меню. За счет очень хорошей структуры этого меню все находится достаточно быстро и понятно. В общем, менюшка не замороченная, а именно такая, которую мы любим. Открыли, нашли, поменяли, поставили, понравилось хорошо. Не понравились, снова открыли, снова поменяли. В общем, в этом большой плюс этой оболочки. Ну, а минус заключается в том, что иногда сам этот выбор представляет из себя проблему. Так как люди привыкли открыть из коробки, достать и вот пользоваться. Плюс, с учетом того, что ты иногда не знаешь, что можно настроить, а что нельзя, очень длительное время ты можешь сходить с той функцией или с той теми настройками, которые тебя могут раздражать, а на самом деле их можно было в настройках отменить и ходить, и кайфовать, и получать от всего удовольствие. В общем, это оболочка для тех, кто любит немножечко поковыряться в меню, кто любит вот какие-то небольшие переменки, вот, да, то есть для тех, кто в принципе хочет себя почувствовать, ну, как бы человеком, который разбирается в мобильных устройствах, но при этом не сильно, да, там, замороченно. Поэтому в этом плане она очень удобна. И отдельно хочется сказать про то, что эта оболочка просто достаточно красивая. То есть вот так все нарисовано, так все расположено, что ты как бы получаешь от нее еще и эстетическое удовольствие. Ну, и к техническим характеристикам. У телефона хороший восьмиядерный процессор, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт внутренней памяти, что в принципе для решения современных задач более чем достаточно. Даже какие-то высоконагруженные приложения работают с этими характеристиками достаточно шустро и быстро. Я уже молчу о том, что для работы с самим меню, с социальными сетями, с мессенджерами, ее более чем достаточно и все перемещения по этим меню и приложениям выполнены очень плавно, очень красиво и достойно. В телефоне нет гнезда для наушников 3,5 мм, что в принципе может являться минусом. Однако, с учетом того, что все равно сейчас все больше и чаще переходят на беспроводные наушники, то это скорее такая придирка, чем соответственно реальный минус. Поэтому в телефоне есть все необходимые датчики и все необходимые функции, присущие современным смартфонам. Это и NFC модуль, датчик отпечатка пальцев и распознавание по лицу. В общем, все, что необходимо в этом телефоне есть. Что касается датчика отпечатка пальцев, то он встроен в кнопочку включения-выключения на боковой панели, что в принципе не очень стандартное решение на самом деле, но очень выгодное. В плане того, что за счет того, что он встроен в эту кнопку, он достаточно чувствительный. То есть его хорошо использовать, он не притормаживает, не затормозит работу с телефоном. И имеет очень хороший отклик, что дает достаточно жирный плюс на самом деле в копилку этого телефона. По, например, сравнению с другими Samsung, где отпечаток пальцев встроен в экран, и он не всегда срабатывал. Здесь этой проблемы нет, и это действительно здорово. А вот стереодинамиков здесь нет, поэтому звук из него хоть и громкий и хороший, но не в стереоформате. Опять же, сейчас поговорим про целевую аудиторию, и, наверное, будет понятно почему. Телефон поддерживает мобильный интернет в формате 5G. Так себе плюс, конечно, потому что в России, даже в Москве, в больших крупных городах, еще этого стандарта мобильного интернета попросту нет. Но при этом все равно приятно. Если вы покупаете телефон с прицелом на будущее, то этот момент будет для вас являться приятным бонусом. А вот что действительно является ложкой дегтя в этом замечательном смартфоне, так это качество съемки. Я не могу сказать, что она плохая. Нет, фотографии получаются хорошие. Вот именно что хорошие, а не отличные. Чуть не хватает детализации, чуть не хватает насыщенности этих фотографий. Но при этом их качество этих фотографий достаточно для публикации в социальных сетях или пересылки в мессенджерах. Но от такого телефона почему-то хочется большего, а ты это не получаешь. И рождается такое легкое чувство разочарования. Мы сделали ряд снимков на три телефона. Соответственно, на М52, на уже достаточно старенький А50 и на 11-й iPhone. Мы сейчас покажем вам на экране качество этих съемков. У М52 в чем большой плюс? В том, что у него достаточно широкий спектр возможностей по фотографированию. Там много различных функций. И широкоформатная съемка, и макросъемка, и приближение оптическое и не оптическое. Различные типы стабилизации. В общем, много-много чего в него напихано. Но в автоматическом режиме съемки получаются средненькие, мягко говоря. Поэтому для того, чтобы сделать хороший снимок, приходится лезть в ручной режим и что-то там подстраивать с выдержкой, с ISO, с балансом белого и так далее, чтобы что-то более-менее получилось. При этом в автоматическом режиме камера снимает так себе. Нам лично показалось, что даже на А50 2019 года выпуска фотографии получаются чуть лучше. Но опять же, возможно, это наше субъективное мнение. Если подводить итоги, то M52 получился очень странным телефоном на самом деле. Он явно занимает определенную нишу в модельном ряде от Самсунгов и предназначен для тех людей, которые хотят себе купить хороший, добротный телефон. Это целевая аудитория, которая направлена на практичность мобильного телефона. Причем достаточно не стыдный телефон, которого не стыдно достать в любом обществе из своего собственного кармана и с заделом некое на будущее. То есть это те люди, которые не гонятся ежегодным обменом своего старого телефона на новый, а те, кто покупают себе телефон и хотят с ним проходить несколько лет и оставаться актуальным даже по истечению любого срока. Вот M50 это про это. Да, еще надо сказать про его автономность. Здесь 5000 мА, хотя в серии M предполагается установка достаточно большого аккумулятора, здесь, конечно, этого не произошло. Но автономности этого телефона хватает на примерно полтора дня активного использования, поэтому она в принципе тоже на уровне. И от этого не сильно страдаешь. Так вот, возвращаясь к целевой аудитории, мощный процессор, хорошие внешние данные, классная оболочка операционной системы. То есть это все делается для определенной категории граждан, которые хотят разбираться в мобильных устройствах, которые не хотят тратить на это много своего времени и своих собственных ресурсов, при этом хотят купить себе достойный мобильный телефон. То есть вот если вы принадлежите как бы вот к этой категории граждан, то M52 это для вас будет отличный выбор. Четкий хороший экран, большой экран со 120 Гц, действительно краски на экране получаются очень сочными. Легко управляется, красиво, имеет отдачу визуально и тактильно. Это здорово на нем просматривать контент в социальных сетях, переподписываться в мессенджер и так далее. Но при этом сам телефон звезд мне бы не хватает. И может быть в этом его большой плюс, потому что он все-таки не в самый дорогой телефон, а находится как бы в среднебюджетном ценовом сегменте. В этом телефоне есть все, что необходимо. И если вам нужен именно такой телефон, то M52 это именно ваш выбор. Ну на этом у нас все. Я надеюсь вам понравился наш обзор. Ставьте нам лайки, ставьте нам комментарии. Пишите в комментариях свои ощущения, если вдруг у вас есть M52 или вы планируете его приобрести. Ну, с вами был Ярослав Никурин и канал Московское Долголетие Allegro23. Всего вам доброго!